Книгочей, книгофилы, в общем, просто знатоки и любители хорошей литературы. Эта новость для вас. Прильните к экранам. 20 ноября Муниципальное объединение Библиотек Екатеринбурга проведет народный экзамен по литературе. Какие испытания ждут участников и как оказаться среди них, мы сегодня узнаем у наших гостей, нашей коллеги и куратора народного экзамена по литературе Татьяны Кузнецовой и журналиста, кандидата в деканы журфака УРФУ и ведущего народного экзамена Ивана Некрасова. Доброе утро. Доброе утро. Рады приветствовать вас в нашей студии. Народный экзамен уже пройдет в это, 20 ноября, в четвертый раз. Тань, для тех, кто впервые слышит об этом мероприятии, расскажи, что же это за акция. Это просветительская акция, в которой все желающие старше 18 лет могут проверить свои остаточные знания по литературе. Это экзамен именно для взрослых, чтобы они вспомнили все, что читали в школе, все, что читали в свободное время. И, конечно же, проверили свои знания. Для этого у них будет 30 вопросов и ограниченное количество времени. И самое интересное, что вопросы будут в разной форме. Это будут тексты, это будут картинки, это будут видеовопросы. Все вроде бы и кажется страшно, но на самом деле экзамен это всего лишь слово. На самом деле это, конечно, праздник, это игра, это просто интеллектуальное развлечение. Кто придумывал, кто был автором заданий вот этих всех? Уже четвертый год нас поддерживает одно из самых известных издательств в России, редакция Елены Шубиной и ее авторы. Потому что, конечно же, вопросы по литературе придумывают в том числе современные российские писатели. В этом году свои вопросы уже придумали наш земляк, автор известного романа «Петрова в гриппе» и вокруг него Алексей Сальников. Известный писатель Евгений Водолазкин, автор бестселлеров «Лавр». Есть Марина Степнова. В общем, и другие авторы, всех называть не буду. Конечно же, принимают участие в составлении библиотекарей. Экзамен проходит в библиотеке. Придумывают вопросы литературоведы и нас поддерживает всегда наш литературный журнал «Урал». Отлично. Список внушительный, что называется. Вот сейчас наши телезрители сидят у экранов и думают, хочу принять участие в акции. Как быть, что делать, какие действия? Ну, во-первых, нужно быть старше 18 лет. Ничего неприличного не будет, это просто именно для взрослой аудитории. Вот и все, чтобы школьники не приходили, которые только что это все проходили и не отвечали сразу на все вопросы. Во-вторых, нужно зарегистрироваться. К сожалению, площадка одна, мест там не очень много. И если хочется лично поучаствовать, нужно пройти регистрацию. Для этого зайти в нашу группу ВКонтакте «Народный экзамен по литературе» и там все условия написаны подробно. Если же не получится прийти в день экзамена, будет возможность сделать это онлайн. Будет в этой же группе ВКонтакте онлайн-трансляция, специальная форма, которую тоже можно будет заполнить. Таким образом, участвовать может вообще кто угодно. Отлично. Иван, доводилось ли вам быть ведущим подобных мероприятий? Да, конечно. Я уже несколько лет читаю «Тотальный диктант» в УРФУ на главной площадке. А вот «Народный экзамен по литературе» я провожу впервые. Впрочем, как и Алексей Сальников. Поэтому приятной компании. Прекрасно. Я думаю, убеждена в этом, что вы прекрасно справитесь. Как будете готовиться к экзамену? Ну, только морально, потому что вопросы пока держатся в секрете. За сутки станут известны вопросы. Вот это действительно настоящий экзамен. Отлично. Ну, я со своей стороны желаю вам удачи. Мы знаем, что вы для нас тоже приготовили какие-то испытания. Да, Аня, видимо, только тебе придется его пройти сейчас. Да, началось. Для тебя будет видео-вопрос, который у нас звучал в 2019 году, когда был год театра, и вопросы в том числе придумывали известные актеры. Николай Фоменко. Вопрос специально для тебя. Смотрим. Здравствуйте, участники Народного экзамена по литературе. В 1988 году я сыграл Шарикова в спектакле «Собачье сердце» в Ленинградском театре драмы и комедии на Литейном. Закончите, пожалуйста, высказывание моего героя. Вот все у вас как на параде. Салфетку туда, галстук сюда. Да, извините. Да, пожалуйста, мерси. А так что по-настоящему? Это нет. Мучайте сами себя, как... Спасибо. Ну вот и настал мой черед лажать. Мучаетесь, как... Одно слово должно быть? Нет, не совсем. Хм, как бессовестные невежды. Ну, будет повод перечитать. Ну, понятно, все. Отлично. Собственно говоря, для этого мы и проводим экзамен. Что-то узнать новое, что-то вспомнить старое. И просто, может быть, вновь взять любимые книги и открыть их заново. Ну и у нас есть еще один вопрос, но он уже будет для телезрителей. Так. Тот, кто ответит на него первым и правильно, получит от нас замечательную книгу. Последний роман Алексея Сальникова с автографом автора. Ну, а вопрос озвучит ведущий народного экзамена Иван Некрасов. Пожалуйста. Спасибо, Татьяна. Вопрос такой. Кто автор знаменитой фразы «Пушкин, наше все»? Давайте еще раз повторю, раз это у нас экзамен, вопрос еще никогда не звучал. Кто автор знаменитой фразы «Пушкин, наше все»? Непростой вопрос, поэтому я думаю, что... Есть время подумать. Да, немножко времени подумать, но тем не менее за приз нужно бороться активно. Так что, кто первый и напишет, тот его и получит. Пишите. Книга достойная. Вопрос, ну, такой. Ну, я думаю, что вы многие, вы получше меня, вы догадаетесь и напишите, и книгу свою получите. Ну что, ребята, спасибо вам большое за то, что вы сегодня пришли. Я думаю, что мы многих сподвигли принять участие в народном экзамене. Поэтому желаем всем удачи. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня была куратор народного экзамена по литературе Татьяна Кузнецова и журналист-кандидат в деканы журфака УРФУ и ведущий народного экзамена Иван Некрасов. Спасибо вам большое. Спасибо.